хоп нет пожалуйста я про тебя совсем забыл не разнеси ничего прошу прошу про пожалуйста пожалуйста всем привет ребят меня зовут урубан дрю и добро пожаловать уже в пятую серию нашего летсплея сезона безымянного сезона по игре майнкрафт сегодня мы продолжаем играть в сборке feed the beast ultimate reloaded посмотрите индустриальные моды и в прошлой серии мы с вами скрафтили ну не сказали просто поставили вот такой прекрасный портал но к сожалению мы в него не успели зайти что я предлагаю прямо сейчас вам и сделать только у меня очень малый что я сделал господи у меня очень мало еды но я надеюсь что на первое время мне этого хватит вообще для ада наверное нужно было запастись блоками но чё-то как-то мне лень поэтому просто пошли и так мы заспавнились как у они даже не в какой-то жопе слушайте здесь все прекрасно потом о это что за руда а золотая руда нижнего мира здесь есть сразу светокамень поэтому нам не нужно будет искать его по всей карте так что ну давайте добудем я понимаю это будет очень долго так что наверное это записывать я не стану но тем не менее потребности нас теперь вообще в этой светопыли долго еще не будет такая то что такое лазуритовая руда нижнего мира ничего все вот это интересно только нужно поставить блок и забрать ее потерял ну ну давай 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 да пожалуйста пожалуйста а ты все можно переплавить сразу две лазурит прикольно вот это мне очень нравится если честно то есть получается за одной такой руды мы можем добыть 4 если не больше если золотом также прокатит то прекрасно смотри давайте посмотрим так 2 до из одной золотой руды такого мира нижнего можно 4 сделать через дробитель прекрасно это что такое каменная кровавая руда давайте посмотрим что из него можно так из него Нападает опыт, это уже хорошо. Из тебя можно сделать, а, вот такой камень из тебя делается, точно, меч какой-то, 9 урона, ну, неплохо. И орлимитовый щит, вот что-то мне подсказывает, что орлимитовый щит очень хороший. Ну, ладно, я буду иметь в виду, я вот там увидел еще какую-то руду, давайте посмотрим, что это такое. Ну, что-то мне подсказывает, что это, опять же, из Дивайн РПГ, потому что в Индастриал Крафте я не помню таких руд. Это у нас Незеритовая руда, и что, а, тут только одна, и что из тебя можно сделать? Ничего, а, слитки. А из слитков что? Меч на 20 урона, а, палящий меч, это я не знаю, откуда добывается, к сожалению. Это Незеритовый кусок, это тоже какая-то фигня, адский слиток, мистические часы, по-моему, для боссов. Ну, короче, просто нам сейчас это не пригодится, но потом, я думаю, можно будет с этим что-то сделать. Побежали дальше. Наверное, я добуду немножечко кварца, потому что, может быть, он где-то понадобится, но я не уверен. Но, на всякий случай, может быть, возьмем. Добудем просто немножечко блоков, потому что сейчас я хочу найти хоть какую-нибудь крепость, потому что, ну, вот это совсем не дело. То есть, да, у нас есть теперь куча светокаменной пыли, но... Так, а что это там вдалеке? А я не могу приблизить, я не помню, какую кнопку приближать, но, тем не менее, там что-то есть. Так что сейчас туда отправимся. Теперь у меня главный челлендж, просто-напросто не упасть в лаву, потому что я очень люблю это дело. Ну, блин, вот факел, зачем ты поставил? Кстати, вообще, факел мне убрать из руки, потому что они мне сейчас вообще не нужны. Мне не нравится, что я слышу гаста, и я очень надеюсь, что он мне не будет стрелять. Так, это у нас просто остров или не только? А где ты летаешь, я не могу понять? А что там такое белое? Мне так интересно, но это так высоко и так опасно, что я не знаю, идти туда или нет. Но там есть еще куча руд всяких, и, возможно, это какие-нибудь алмазы, но не факт. Блин, ну это очень высоко, ладно, сейчас я что-нибудь придумаю. Но вообще, у меня такое ощущение... Ой, я чуть не упал в лаву, охренеть. Вот это у меня такое ощущение, что алмазы. Слушайте, давайте посмотрим, потому что подозрительно руда очень похожа на алмазы, и, по-моему, это... Да, алмазная руда нижнего мира, охренительно. Правда, только одна, но из тебя, скорее всего... А, угу, угу. Спасибо. Я не знаю, что или кто меня скинул. Но, да, прекрасно. Что-то я не особо теперь говорю желание мотиват, если честно, потому что... А, я еще и не заспавнился, ваша кровать пропала или доступ не затруднен. Крутяк. И что мне теперь делать под дождем? Ну, ладно, попытаюсь найти как-нибудь дом. Вот мы, наконец-то, и дома, так что я предлагаю сейчас поспать, чтобы потом здесь возрождаться. Знаете что, я помню, что мы хотели с вами сделать зелье удачи, но, я так понимаю, это будет очень сложно, потому что я так до сих пор не нашел элфритов, а идти в ад оказалось очень опасным из-за моды Divine RPG. Я предлагаю все-таки остановиться, наверное, с вами на кирке с удачей. Только что мне для этого нужно? Мне нужна просто какая-то жопа. Не, ну, по-моему, у меня обсидиан был для зачаровательного столика. Алмазы у меня теперь есть. И что теперь мне нужно? Книжка? Книжка вроде тоже есть. У меня есть книжка со странными с нами, но, по-моему, обычной книги-то у меня нет. Но это, конечно, не проблема достать. Так что, ладно, давайте пока переплавим в электрической печи алмазную руду. Потом мы ее здесь же раздробим, чтобы у нас получилось, наверное... А можно? Оно не... Эээээээээээээээээ, грустно, грустно, ну, ладно, чё делать. Сделаем два алмаза, и теперь осталось сделать только книгу, у меня даже ни кожи нет, ничего нет. Даже знаете, чё я вам предлагаю? Просто отправиться в небольшое путешествие, может быть, даже чё-нибудь ещё интересное там найдём снаружи, помимо коров и тростника. Ну, броня у нас ещё не словно, мне, конечно, просили сделать другую броню, но смысл, если это ещё целёхонько. Только вот в какую сторону бежать, я сейчас не знаю, только, наверное, нужно собрать латекс, чтобы потом у нас не было с ним проблем. Хоп. Хоп. Только не знаю, куда он выпал. Хоп. Нет! Пожалуйста. Я про тебя совсем забыл. Не разнеси ничего. Прошу. Прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Я так не люблю очень много строить. Это... Пожалуйста. Ничего не разрушить. Слава богу. Я так испугался. На самом деле, я просто не люблю все вот это вот устанавливать. Фу. Вы как хотите, я туда не полезу. Спасибо. Давайте просто куда-нибудь отправимся наконец-таки. Вообще, вот этих коров я не хотел трогать. И на самом-то деле, можно их сейчас даже с вами разводить где-нибудь около дома. Это, кстати, тоже неплохая идея. Но нам в любом случае нужен тростник. Поэтому за тростником мы сейчас и бежим в основном. Ну и за коровами, может быть, тоже. Так, коровы найдены. Прекрасно. Мы сейчас их и всех переубиваем. Только нам, наверное, на нижней полке-то этого и не хватит, к сожалению. Ну, ну, давай, давай. Умирай. Спасибо. Потому что, ну, там, по-моему, очень много кожи нужно. Прям огромное количество. Я нашел какое-то синее дерево. Но что-то мне подсказывает, что это из Таункрафта. И я не... Да, это из Таункрафта. Но в нем я вообще не шарю. Шарите. Буду очень признателен, если вы что-нибудь расскажете мне в комментариях об этом моде. Но пока я не особо, говорю, желанием им заниматься. Потому что это абсолютно другая вселенная, с которой я вообще никак не знаком. У меня есть, кстати, 13 кожи. Она вообще как-нибудь крафтится? А, по-моему, она не крафт... А-а-а-а. То есть из гнилой плоти в редстоуновой печи. Или, наверное, в обычной печи тоже можно. Тогда это очень-очень круто. Надо будет ее обязательно скрафтить. Только энергия РФ. Блин, это все сложно. Но зато можно добыть кожу. Хм. Для этого нужно еще убивать зомби. Но это будет, наверное, очень сложно и долго. Поэтому, наверное, пока ограничимся коровами. А потом я это возьму на заметку. Хорошо. Какой-то гриб интересный. Весомор. Что из-за можно сделать-то? Э-э-э. Ничего интересного из-за там крафта. Ну ладно, оставим себе. Ого, блин. Там лес горит. Это, видимо, из-за какой-то лавы. Но зато мы нашли с вами тростник. Правда, этого очень-очень мало. Видимо, его придется выращивать. Но ладно, продолжаем пока наше путешествие. Блин, посмотрите, как красиво. Какой красивый лес. Вот из-за этого я очень люблю шейдеры. Прям я их обожаю. И постоянно ставлю. Но лес горит. Да, это, конечно, не очень. Там есть зомби. Ну давайте убьем зомби. Может, из него выпадет залачное количество этой гнилой плоти. Что мы потом сделали кожу из нее. И одна. Ну ладно, грустненько, грустненько. Знаете что? А давайте вообще посчитаем, сколько нам понадобится на книжной полке. Значит так, у нас нужно... Давайте вообще посчитаем, сколько нам понадобится книжек на полный, так сказать, сет книжных полок. Значит, с каждой стороны у нас должно быть по 4 больших книжных полки. Значит, 4 умножаем на 3. У нас будет 12. И в каждой книжной полке... Я чуть лаву не упал. В каждой книжной полке у нас получается по 3 книжки. Значит, 12 умножаем на 3. И будет 36. 36 умножаем. Нет, что-то я не то посчитал. Нет, все правильно. Значит, нам с вами нужно всего лишь 36 кожи. Ну, я не скажу, что это прям очень много. Но, тем не менее, еще побегать придется. Причем, у нас здесь ночь наступает. И, конечно, не очень приятно. Видимо, придется взять в руку факелы. Иначе никак. А вот какой-то зомби. Злошный. А, злобный, господи. Я сказал, злошный. Господи. Что из тебя попадает? Из тебя попадает... Трансмутейшн шард. А вот это очень крутая штука. Вот такие надо выбивать. Потому что это аналог мода Эквивалент Эксчейндж. Там, короче, можно делать алмазы из угля. И вот это все. И железо из золота. Золото из железа и так далее. Это интересно. Столько всего интересного. Я не могу все успеть сделать за одну серию. Блин, как это все реализовать? Я без понятия. Опа, еще один Трансмутейшн шард. Это круто, потому что у нас скоро будет вообще восемь. И мы сможем сделать этот камешек. Ну вот, немножко тростника я, конечно, нашел. Но этого пока что еще мало. Потому что там нужно тоже посчитать, сколько нужно. И там, по-моему, нужно больше в два... Да, там нужно в два раза больше, чем в коже. Поэтому, да, грустно. Спустя невероятно большое количество времени мы, наконец-то, добыли все, что хотели. Почти. И с ним осталось добыть немножко кожи. Но я думаю, что для того, чтобы сделать хотя бы удачу 2, нам этого будет достаточно. Тем более тут... А, у меня даже этого не хватает. Ладно, хорошо. Тогда сначала просто сделаем кучу всяких листочков. Соединим их с кожей и с деревом. Если у меня, конечно, дерево осталось. Потому что вот это тоже вопрос, если честно. Ну, дерево у меня вроде бы есть. Нужно вообще разгрузить свой инвентарь. Потому что у меня как-то много очень мусора всякого. Например, вот это мне не нужно. Кости, стрелы и так далее. И теперь это соединяем с досками. И смотрим, сколько у нас получилось. У нас тут всего лишь 7 книжных полок. Это, конечно, маловато. Но сейчас мы их сразу, наверное, поставим. Чтобы знать уже, сколько нам еще нужно будет. И, может, нам нужно будет не 12 полок сделать, а больше. Я не знаю. Вот такую комнатку мы с вами сейчас выкопали. Нужно только ее всю осветить. Ладно, одного факела будет достаточно. И ставим просто вот таким образом полки. И я уже успел мискликнуть. Ну, ничего. Ничего, у меня же есть еще дерево. Да, прекрасно. Вообще, знаете, мне даже тростника не хватило. Не то, что кожа. Ну, ладно. Хорошо, давайте попробуем. Книжка у нас одна есть. Нам нужен только обсидиан, который у нас где-то валяется. Замечательно. И дальше выкладываем все по памяти. Надеюсь, я делаю это правильно. Все, стол зачарования у нас есть. Мы его ставим и смотрим. Можем ли мы что-нибудь хотя бы сразу зачаровать на удачу. Только нужен еще лазурит. Господи, как же все сложно. Спасибо большое. И смотрим. Итак, момент истины. Прочность. Озарение. Что? А что такое озарение? Я не знаю, что такое озарение. Ну, короче, нет тут никакой удачи. А что у нас со столиком зачарования, который улучшенный? Дальше произошло то, что я думал, никогда со мной не произойдет. У меня просто перестал работать звук. Он не записался. Поэтому я просто вкратце вам объясню, что я сделал. Я все-таки принял решение о том, что мне нужен улучшенный стол зачарования. Поэтому мне пришлось пойти в ад. Меня вот эта хрень розовая чуть ли не убила. Два раза. Но, слава богу, я вовремя отошел. Но в итоге я ее бил, бил, бил. И мне из нее ничего не выпало. Я очень был расстроен, потому что я дрался с этой хренью очень-очень долго. И было как-то немножечко, на самом деле, неприятно. Значит, потом мне попадалось просто огромное количество вот такой вот руды незеритовой или какая-то там каменно-кровавая. Ну, вы, короче, поняли. И спустя там несколько минут, десятков, ну ладно, минут 15 я бегал. Нашел, короче, крепость. В этой крепости, слава богу, были ифриты, чему я был очень рад. Соответственно, я мог уже и не париться по поводу как раз-таки крафта вот этого улучшенного зачаровального столика. Также я побегал по крепости сундуков. Там, к сожалению, не нашел вообще. Потом мне нужен был, короче, еще обсидиан для крафта этого стола. Я пошел в этот каньон, встретил вот этого чудика. И из него, кстати говоря, выпал алмаз, чему я тоже был удивлен. Вот. И, наконец-то, я вот его скрафтил. Пошел, собственно, делать себе на реалмитовую кирку удачу. И так получилось, что мне не хватило опыта. Мне пришлось пойти еще там убивать пару мобов, чтобы мне опыта хватило. Мне не хватало совсем чуть-чуть. И, наконец-то, я зачаровал кирку на удачу, потому что, как вы помните, с модом индустриал крафта, это просто, наверное, чуть ли не самое важное зачарование. Потом было просто, на самом деле, вы прям ничего такого особо интересного не пропустили. Потому что я просто очень много крафтил, нам нужно было, соответственно, очень много энергии. И для такого количества энергии нужно очень много генераторов. И поэтому, ну, в принципе, крафтить генераторы — это не особо интересное занятие, как и для меня, так и для тех, кто будет смотреть. Как раз-то я вот сюда их решил поставить вместе с моим первым самым генератором. Но, благо, они крафтятся очень просто. Там буквально аккумулятор, чуть-чуть железа и железная печка. Так что тут вообще элементарно, слава богу. В итоге я рассчитал, что у меня получится порядка шести, наверное, генераторов, если я не ошибаюсь. Да, ну, получается шесть аккумуляторов — это шесть генераторов. Прекрасно. Да, как раз-таки просто мне оставалось добавить немножечко переплавленного или какое-то там закалённое, оно железо называется, да, вроде бы. Добавить немножечко железа, и вот наши шесть генераторов были готовы. Единственное, что я подумал, что нужно было сразу сделать перезапас, так это сделать геотермальный генератор, о которых я вам расскажу в следующей серии, потому что, ну, слишком много всего за одну серию нужно это немножечко разделить. Ну, ладно, просто я не хочу, чтобы следующие серии были совсем неинтересными, поэтому сразу я всё никогда не смогу сделать. Ну, а то я всё за одну серию сделаю, и вообще ничего интересного потом не останется. Вот, геотермальный генератор, они, в принципе, делаются легко. Там просто эти вот колбочки, которые тоже просто крафтятся, и как бы всё, и стекло. То есть ничего тут особо сверхсложного нет. Короче, я их поставил, и в следующей серии мы их запустим. А я тогда, как всегда, хочу поблагодарить всех тех, кто досмотрел это видео до конца, просить, пожалуйста, чтобы получилась сегодня такая вещь. Никто от этого не застрахован, к сожалению. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну, а если по какой-то причине вам видео не понравилось, то можете смело ставить дизлайк и писать причину в комментариях. С вами был Урбандрю, косячный Урбандрю, к сожалению. Всем пока.